Всем привет! Погода на сегодня шикарная Солнце, снег блестит Тепло Мы с Софушкой часа два гуляли Не хотелось уходить Вот так настолько все прекрасно Хотелось бы, чтобы у меня на душе Сейчас тоже было так прекрасно, беззаботно Вчера я написала пост в фейсбуке Который Собрал очень много комментариев Но я в принципе не удивилась Я предполагала, что комментариев будет много Сначала хочу сказать, что Я позиционирую себя как влогер Влогер человек, который снимает видео Ютубер Сейчас вот видео снимаю Пойдет на ютуб, потом в фейсбук И так привыкли большинство Что в соцсетях показывают Все такую Свою красивую жизнь Праздники Вот мне подарили цветы Вот мне подарили колечко Вот мы наконец-то сходили в ресторан Все там показывают И как будто проблем Ни у кого в семье нет Все красивые фоточки Особенно этим Страдает инстаграм Вот в инстаграме Что ни зайди Все друзья только в рестораны ходят На моря ездят Ну в общем все у всех зашибись Я хочу на своем канале создавать контент И я буду такой контент создавать И уже создаю Что не только все зашибись У меня в жизни все классно Но есть и проблемы Самое личное Я показывать, рассказывать не буду Я уже сама буду для себя определять Что личное, что нет Но такие вопросы, проблемы Как родители, дети Воспитание Опять же сюда Учеба Это большинство Проблема большинства Ну а так как я влогер Я об этом буду говорить на весь мир И не только плакать Жаловаться Что вот у меня так Я буду искать решение Опять же Жду обратную связь И большое спасибо Да, комментарии писали Я вчера налевелась Что-то для себя вынесла Но проблема есть Ее надо решить Как я буду ее решать Я контроль над учебой дочери Отпускаю Что будет Как будет Вот так и будет Как будет учиться Так будет учиться Те, которые у меня в фейсбуке Понимают, дочери О чем речь Для тех, кто меня смотрит Только в ютубе Вчера с дочерью Поскандалила в очередной раз Поругалась Дочке 16 лет 11 класс Через пару месяцев ЗНО Учиться не хочет И как она мне вчера кричала Мне уже повеситься хочется Как ты меня задолбала Своими уроками Да, я ее задолбала Тем, что она не делает ДЗ Прогуливает уроки Дети разные Одним дано Другим не дано Когда моему ребенку Дана светлая голова Мозги Но при этом Дочь ничего не делает Я, конечно, злюсь Кто-то в комментарии написал Ну а что с того будет Если одни трояки будут В аттестате Ну если ребенку вообще не дано То ничего не будет Это максимум Но моей дочери дано Когда она может посидеть На уроке Не прогуливать Просто сделать домашнее задание И что И у нее 10 Все Не надо сидеть Часами еще что-то учить Не надо Сделай элементарное Если у нее В аттестате Трояки Что это значит Что она просто вообще Ничего не делает И просто в телефоне Как это все Большинство Дети В телефоне Что-то в телефоне Учит Если бы учила Там без проблем Ну это инстаграм Видосики Ну просто Такой лен Ленный образ жизни И вот такое Времяпровождение Это дневник Карины За 9 класс По-моему 9 класс То есть это Когда она работает Просто в обычном Нормальном режиме Сидит на уроках Слушает учителя И делает домашние задания Я это сфотографировала На память Это был октябрь Как раз перед моим Днем рождения По-моему Да Вот я радовалась Что Ну наконец-то Моя дочь Делает то Что она Легко Может делать Не напрягаясь 10, 11, 12 Не напрягаясь 7 класс Карина Закончила Она отлично 7 класс Это последний класс Бухарьки Потом мы переехали Сюда в Липс Она пошла здесь В 8 класс 7 класс Я помню этот год Карина сидела До 12 Писала разные рефераты Она сама Вставала в 6 утра Дописывала Там тоже Работы Там по географии Эти атласные Контурные Карты И прочее То есть она Реально Пахала И 7 класс Закончила Вообще Она отлично Мы знали уже Что мы переедем В Липск Будет другая школа Она очень переживала Это как я туда приду А если там вообще Сильные ученики Ну и она Будет слабой На фоне их Узнали что Английский И немецкий В школе Немецкий Вообще мы не учили Что вы думаете Летом В августе Я видела Она брала Учебник по немецкому Она пыталась Там Самой Что-то выучить То ли алфавит То ли что-то читала Ну чтобы прийти Хоть что-то знать В итоге мы приходим В сентябре Немецкий язык Учительница спрашивает Ну они прочитали Сихотворение Учительница спрашивает Ребята А что вы думаете Что надо с этим Сихотворением сделать Кирина говорит Выучить Элементарно Логично Что надо выучить Все были Очень удивлены Что стих надо учить И что вы думаете Она одна Единственная Выучила стих По немецкому Вообще Она не учила Немецкий язык Единственная Весь остальной Класс Весь Класс Вот такая успеваемость Класс То есть Посмотрела Карина На это все И короче Восьмой класс Покатились мы Быстро С горы Вниз Переезд в Липцию Для Карины Это очень плохо На ней отразился Вот для нее Очень плохо Потому что По учебе С танцами Все Танцы прекратились Восьмой класс Это была вообще Жопа Просто вспоминать Аж страшно Девятый класс Мы как-то вырулили Там я с ней договаривалась Опять же Десятый класс Который опять Никак Здесь школа Слабее Требований Меньше Если она Харьков Вытянула Сама То здесь В этой школе Можно было Вообще Не напрягаясь Учиться Отлично Обижайтесь учителя Не обижайтесь Как хотите Это правда Почему-то Одна решила Выучила А остальные Как это Стих Учиться Что Родитель Зачем Делать Дезе А зачем Тогда Мыть посуду Ну не хочет Ребенок Мыть Ну не надо А зачем Делать Дезе Ну не хочет Ребенок Так И в школу Ребенок Не хочет Так зачем Хоть Не надо Так что ли Постель По утрам Надо заправлять Надо Это тоже Дисциплинирует Это порядок Как бы Вот Ты встаешь Ты заправляешь Постель Вот это нормально Ну не хочет Ребенок Заправить Постель Ну и Пусть так Ну Если ты Даже эту работу Не хочешь Сделать Просто Домашнее задание То Что дальше Говорить Это в школе С тобой Цацкаются Нянекаются А дальше Пойдешь На работу У тебя прогул Ты не захотел Войти на работу Я же не буду держать Ты в воле Ну а как Дисциплина Организация Разве нет Это не приучает Домашнее задание Не приучают К этому Разве Поэтому я Против того Ой Зачем Эти Дезе Ой Вы заняты Вы на работе Есть продленки В школе Но это не значит Что вы Не должны Тоже время Уделять своему Ребенку Ну это Больше За Средние Еще Классы Когда Саша Классник Понятно Что ты сама С ними Уже не сидишь Уроки Не делаешь Ты контролируешь Делай уроки Делай уроки Делай уроки Не хочешь уроки делать Не хочу посуду мыть Не хочу идти работать Тебе не надо Сейчас Думать о том Где денег Достать На еду На одежду Как оплатить Жилье Мы Родители Тебе Сейчас это даем Твоя работа Сейчас Учись Но если Ты даже Этого не делаешь Ну извините Я злюсь Конечно Я злюсь Я ругаюсь Сделать домашнее задание Это тоже как Борьба с ленью Не хочу делать Домашнее задание Одно дело Не хочу Другое дело Не могу Разные вещи Достаточно Просто слушать Учителя Делать ДЗ Быть в теме И все Она может Прекрасно Делать Но Лень Кто знает Может через год Через два Через три Она захочет Куда-то поступать Поймет Что интересно Ну Лучше Принести Эти 100 Там где 90 10 Не 8 Так Напала на ночь Да Вообще Она у меня Умная Очень умная Потенциал Огромный Ну Ничего не хочет Делать Лень Вижу Что Воспитание У меня есть Промахи И Таких отношений Близких У нас Не нет И Все Вот В общем Сейчас Моему Тушу Моему Я ее Очень люблю И конечно Я не хочу Чтоб Грубо говоря Она Просирала Так Своё время Сейчас 11 класс Заканчивается Что дальше Куда дальше Мы не знаем Мы не знаем Чего хотим Мы не знаем Что нам надо Поступления Вроде нет Чем-то Конкретным Заниматься Вроде нет Все Вот Стоим На Перепреске Не знаем В какую сторону Куда идти Бежать Что делать Не знаю Как это Мы будем С ней Переживать И как Мы Решим Вообще Этот вопрос Как мы Как она Этот год Закончит Как она ЗНО Здаст И куда Дальше Меня Понимают Сейчас Только те У кого Уже Есть Взрослые Дети Или У кого Дети В этот этап Прошли Я буду Рада Услышать Ваши Ваш опыт Ну Возможно Мне Поможет Тоже Как-то Родители У которых Маленькие Дети Ну Ваши дети Подрастут Потом Поговорим У меня Сейчас Тоже Маленькие Дети Растут Еще Две С ними Проблем Смотри Вообще Нет Никакой Проблем В учебе И когда Карина Училась Опять же Возьму Тот Седьмой Класс Я тоже Даже Не думала Что у нас Будет Такая Проблема Честно Я была Уверена Что она Закончит Блестящую Школу Она Могла Бы Все Пока